Итак, друзья, а что у нас сейчас на рынке видеокарт? А на рынке видеокарт у нас сейчас коллапс, друзья. Полный коллапс. Вернули в продажу видеокарту GT 1030, да. Соответственно, естественно, для геймеров она ничего не значит. В общем-то, это, по сути, затычка, да, так, чтобы можно было, так сказать, пользоваться компьютером, значит, вортом и другими приложениями, программировать на компьютере и так далее. Почему так произошло? Ведь эту видеокарту, друзья, уже прекратили производить еще в 19-20-х годах. Но из-за того, что сейчас у нас, еще раз повторю, коллапс на рынке видеокарт, ее вновь запустили в продажу, ее вновь производят. Эта модель построена на GPU GP108 семейства Pascal, 384 ядр CUDA, 2 гигабайта DDR4 с 64 битами шины. Друзья, что хочется сказать DDR4 Carl? Это даже не DDR5. Напомню, что DDR5 стоит в таких видеокартах, как GTX 460, как GTX 560, да. И несмотря на то, что данные видеокарты уже никакие в современном гейминге, на этой видеокарте стоит DDR4. Для игр и уж тем более майнинга такая видеокарта не годится, но для вывода видеосигнала на монитор или телевизор вполне есть разъем HDMI 2.0B с поддержкой разрешения 4К, частотой 60 кадров в секунду. Интересно, что этой модели начального уровня предусмотрен разгон, так частоту GPU может понять с 1151 до 1177 МГц в режиме Boost 1379 до 1417 МГц. Но, друзья, самая интересная цена 186 долларов и это по сейчасшнему курсу рубля это 14000 рублей. Цена модели это шок. Если в свое время видеокарта продавалась примерно за 80 долларов, то цена ее в Японии сейчас 100 долларов. И это без учета налогов, которые в Японии традиционно высоки. А в США некоторые продавцы за нее просят 186 долларов. Это 14000 рублей. Ну и... Друзья, смотрите, в чем дело. Значит, почему видеокарты зависимы? Ну, понимаете, все идет как бы по... Значит, по лестнице, да? Если дорого стоит RTX 2090, не может дешевле или как-то... Сразу же дорожает и RTX 2080 и так далее. Потом 2070 сразу же растет за ней. И так далее по линейке или по лестнице и так далее. Соответственно, или по пирамиде, можно сказать. Дальше 3060 дорожает, 3040, ну и так далее, тому подобное. И все, абсолютно все видеокарты дорожают. Примерное дорожание это чуть ли не в три раза. Если смотреть, допустим, RTX 2060, да, сейчас стоит примерно чуть ли не 80 тысяч, а возможно уже и больше. И ее вообще нигде не найти. Вот. Это то же самое и со всеми абсолютно видеокартами. Вот что происходит на рынке. Печаль, тоска. Ссылка на статью будет в описании. Все доброе, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok